Бомж формата лакшери. О необычном кейсе с участием бездомного пишет портал Legal Report. Мужчина не только полгода жил в одном из московских фитнес-центров, но и отсудил у него деньги, когда его выгнали. С подробностями Евгений Перельчук. Мужчина без определенного места жительства по имени Сергей поселился в одном из фитнес-центров Paris Life в конце 2017 года. Для этого он купил круглосуточную безлимитную годовую карту за 11 тысяч рублей. Арендовал шкафчик, складывал там свои вещи. Небольшая сумма не должна смущать. Онлайн-заказ абонемента через сайт идет со скидкой. Впрочем, откуда у бомжа взялись свободные 11 тысяч рублей, вопрос открытый. Работал ли он и где, неизвестно. Прошло полгода, и с администрации центра начались конфликты. Поступали жалобы от других посетителей центра. Сергей спал на матах, в грязной одежде, прямо во время групповых занятий. В его шкафчике находили алкоголь и просроченные продукты. Сначала бездомному ограничили доступ в фитнес-центр днем, пускали только переночевать. Затем и вовсе отозвали абонемент. Сергей не растерялся и за вскрытие шкафчика без разрешения подал заявление в прокуратуру. В конце 2018 года он купил абонемент в другом спортклубе той же сети. Там пришлось выложить уже 20 тысяч рублей. Но там ситуация повторилась. Только теперь у Сергея из шкафчика якобы похитили одежду, лекарства, телефон, фотоаппарат, шампунь, термос и ингалятор. Казалось бы, неплохой набор для бомжа. Но даже у бездомных есть своя социальная лестница, отмечает учредитель Дома трудолюбия Ной Эмиль Сосинский. Тот человек, о котором вы говорите, который в принципе может еще себя держать в нормальной форме, который может на полученные деньги что-то где-то арендовать, и не на улицах не живут, это надо понимать. То есть это люди, которые еще находятся несколькими ступеньками выше по социальной лестнице. И о том, что это человек бездомный, там скорее всего догадаться практически невозможно. Это те, которые совершенно не видны, и проблему они для общества не составляют. То есть они хоть и не имеют где жить, но они находят пути, как не жить на улице. Сейчас мало кому приходит в голову смотреть, там в паспорте есть у него прописка или нет. Кроме того, огромного числа людей, несмотря на то, что у них прописка есть, и она в паспорте все равно не стоит, то сейчас вот это понятие там бездомный, небездомный, оно очень сильно исказилось. По итогам обращений бездомного Сергея в полицию и прокуратуру прошло несколько заседаний в Темирязевском суде. На сайте суда о них есть информация. Истец Иванов С. Он требовал не только публичных извинений, но и компенсации морального вреда на полмиллиона рублей. Свои пожитки он оценил в 150 тысяч рублей. Ответчик, представитель фитнес-центра, сообщила, что спортклуб готов вернуть деньги, но только за срок проживания бездомного. Только неясно, как это сделать. У Сергея нет ни паспорта, ни прописки, ни реквизитов. Как таким образом был вообще заключен договор с центром на покупку абонемента? Вопрос опять-таки открытый. История нова для России, но за рубежом уже были суды, где истцами выступали бомжи, говорит адвокат, гендиректор юридического бюро Амелин и Капыстеринский Александр Амелин. Из практики могу сказать, что в Соединенных Штатах Америки была волна исков. К примеру могу привести, да, это такая известная всем сеть, как Макдональдс, где люди без определенного места жительства на свалке в мусорных ящиках брали вот эти булки, брали еду, на которых стояла дата и время, до какого торва можно было использовать. Кушали, естественно, они не травились, но нашлись представители, юристы, которые решили на этом заработать. Были отсуждены и присуждены колоссальные денежные средства, которые исчислялись в сотнях тысячах долларов, а в некоторых случаях доходили до миллионов долларов. И как решение, чтобы в последующем это не повторялось, крупные корпорации уже приняли решение всю свою продукцию упаковывать в специальные герметичные мешки. И в Европе, конечно, безусловно, тоже такие случаи встречаются. Роспотребнадзор на суде поддержал бездомного. В итоге у двух юрлиц бомж Сергей отсудил 140 тысяч рублей. Но история на этом не закончена. Еще предстоят полицейские проверки по поводу хищения из шкафчиков. В случае чего предприимчивый бездомный может обратиться за новой компенсацией.